Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Владимир Барабаш возглавил созданный в Республике Совет по правам человека. Решение о назначении начинающего политика, который участвовал в предвыборной гонке за поста главы региона, озвучил Ради Хабиров на первом заседании общественной организации. Всего в республиканские СПЧ вошли 36 человек. В его составе правозащитники, юристы, ученые, экологи, представители родительского сообщества, журналисты, политологи, меценаты, блогеры. Но вот ответственным секретарем СПЧ избрана общественница и бывший кандидат на выборы главы Башкортостана от партии «Яблоко» Зульфия Гайсина. Ради Хабиров отметил о важности нового консультативного органа, который будет защищать права и свободы граждан республики. При этом в СПЧ соберутся сложные для власти люди, которые будут честны и открыто говорить региональным властям о проблемах и указывать на их ошибки, резюмировал Ради Хабиров. Для меня совет – это, прежде всего, такой прямой источник связи, прямой источник информации о всех тех событиях, сложных событиях, которые происходят в нашем обществе, в нашей республике. Поэтому я уверяю вас, я буду очень внимательно относиться к тому, что вы говорите, на чем вы настаиваете, что вас волнует. И поэтому, конечно, и на вас, уважаемые коллеги, это большая ответственность, довести до меня те процессы, которые, может быть, находятся либо вне моего внимания. На первом заседании члены СПЧ обсудили различные вопросы организационного характера, а именно формирование президиума, рабочих групп и постоянных комиссий. В дальнейшем совет планирует рассматривать и решать обращения граждан по вопросам нарушения прав в судебной системе, предпринимательстве, экологии, ШКХ и многих других направлений. В скором времени у СПЧ заработает и свой сайт, а также приемный адрес для обращений граждан. Но члены общественной организации определили и периодичность заседаний. По плану участники будут собираться два раза в год. До 4 октября в республике продлили прием заявок от предпринимателей на региональный этап всероссийского конкурса «Лучший социальный проект года». Основная цель конкурса – популяризировать социальное предпринимательство и вывести самые интересные его проекты на крупные рынки с целью дальнейшей реализации. Как отметили в руководстве Центра инновации социальной сферы Башкортостана, в конкурсе представлено 10 номинаций в сфере образования, здравоохранения, культуры, экологии, повышения производительности труда и других. Самое главное – это возможность прозвучать на всю республику и самое главное – на всю Россию. Потому что будет торжественное чествование победителей, будет издан каталог лучших проектов республики Башкортостан. И еще раз повторюсь, лучший проект попадет на площадку Российского инвестиционного форума в Сочи в начале 2020 года. В жюри Оркомитета конкурса входят представители Министерства ведомств, общественники и представители бизнес-сообщества. Они изучат поданные заявки и 29 ноября назовут финалистов. Победители же наградят на Всероссийском инвестиционном форуме в Сочи в феврале следующего года. И в завершение выпуска информация о курсах валют, установленных Центробанком на сегодня. Доллар начал отыгрывать потерянные в течение нескольких дней позиции, прибавив 29 копеек. Курс 64.12. Евро продолжает падение, правда уже не столь существенно, минус 6 копеек и 70 рублей в 60 копеек. Ну и лучшие обменные курсы к этому часу покупка доллара в банке Финам по 64.32, продажа в Солидбанке по 64 рубля 60 копеек. И наиболее выгодный курс покупки евро в банке Финам 71 рубль 15 копеек, продажа в банке Нейва по 71 рублю 49 копеек. К этому часу это пока вся информация. Еще больше новостей на нашем сайте rbctv.ru Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова